Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 30 июня, Православная Церковь чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Смаила. Святые мученики Мануил, Савела и Смаила – родные братья. Происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, мать – христианка, крестила детей и воспитала их твердой вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Юлиан принял их с подобающей честью и оказывал расположение. Но когда братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении, разгневанный Юлиан нарушил закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу, как преступников. На допросе он сказал им, что если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мукам. Святых мучеников подвесили, пригвоздив руки и ноги к дереву. В голову вонзили гвозди, а под ногти рук и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым мученикам отсекли головы мечами. Тела их Юлиан приказал сжечь, но внезапно произошло землетрясение. Земля разверзлась и приняла в свои недра тела святых мучеников. Через два дня после усердной молитвы христиан земля возвратила тела святых братьев, от которых исходило благоухание. Многие язычники, ставшие свидетелями происшедшего, чудо уверовали во Христа и крестились. Христиане с честью погребли мощи святых мучеников, братьев Мануила, Савела, Исмаила. Это совершилось в 362 году н.э. С этого времени мощи святых страстотерпцев прославились чудотворениями. Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и стал на границе своих владений. В крупном сражении персы одолели греков. Юлиан, отступник, был убит святым великомучеником Меркурием. Через 30 лет благочестивый император Феодосий Великий построил в Константинополе храм в честь этих трех святых. А святитель Герман, патриарх константинопольский, будучи еще иеромонахом, написал в память и похвалу святым братьям канон. Всех, дорогие, кто носит имена святых братьев-мучеников, поздравляю с Днем Тезимеництвом. Будьте здоровы и Богом хранимы! Субтитры создавал DimaTorzok